Всем добрый день! Я смотрю, не все до второго дня благополучно дотянули и вижу массу знакомых лиц. Подскажите, пожалуйста, например, просто поднятием руки, кто вчера слушал меня про систему ценностей? Замечательно, тогда я не буду размазывать некоторые вещи, а буду говорить больше о практических вещах. Чудесно. Итак, наверное, это уже не интересно, все меня знают. Кто не знает, меня зовут Дмитрий Ефименко. Я занимаюсь продуктовой разработкой в сфере платежей банковским пластиком в интернет и в сетях самообслуживания. Я инженер, я решаю чужие проблемы. Твитить можно вот сюда. Итак, какие цели? Вчера я цитировал Филатова, сегодня я цитирую Мильтона. Я хочу поделиться с вами процессом, ценностями, практиками, подходами, принципами continuous delivery в той самой команде крутой, клевой, моя гордость, наша гордость, о которой я рассказывал вчера, для того самого продукта, о котором я рассказывал вчера. Итак, сложности. Круглосуточность. Это действительно проблема. Если забежать немножко вперед, то, безусловно, у нас бывают нарушения вот этого принципа. Безусловно, мы иногда стоим, это ЧП. Поэтому одна из основных ценностей, то, что мы разделяем чужую беду. Потому что одно дело, ты не купил пиццу, пошел и расплатился наличностью, другое дело, ты не получил какую-то услугу. Ну, например, ты спешишь там куда-то, не можешь расплатиться карточкой на автоматизированной заправке. Или ты там ночью прилетел в аэропорт, не можешь расплатиться, забрать машину с парковки. Тебе приходится за бешеные деньги, за тысячу процентов прибыли на такси ехать, плюс ты все равно должен за парковку. То есть это проблема. Мы берем чужие деньги и перекладываем их в другой карман. Наш сервис занимается именно этим. Поэтому не думать об этом мы не можем. Мы не можем забирать у пользователя те фичи, которые у него уже есть. Это просто противоречит здравому смыслу. Плюс это противоречит одному из основных принципов бизнеса. Никогда не будет второго шанса оказать первое впечатление. Но мы же не правительство, которое сначала у нас чего-то забирает, а потом с помпой нам возвращает и все счастливы. Вроде бы реформы, вроде бы движемся вперед. Нет. На рынке так не выживают. Мы подвержены аудиту. Мы обязаны соблюдать стандарты программной аппаратной безопасности PCI, PA и DSS. То есть мы храним банковские карты, устойчивое шифрование, неподдерживаемые сервера, доступ к консолям гипервизору, гипервизоре в гипервизоре и прочее. То есть масса проблем с этим связанным. С другой стороны, как я вчера говорил, обратная петля есть всегда. С этим связана масса интересных инженерных задач. Много фич, очень много. Сервис обширный. Большое количество кейсов мы реализуем. Большое количество сценариев. Большое количество частных экземпляров этих сценариев. Короткий жизненный цикл. Мы работаем на высококонкурентном рынке. Все платят карточками, масса сервисов. Одно из немногих конкурентных преимуществ, чем короче жизненный цикл фичи, то есть чем короче идея превращается в код и, соответственно, превращается в деньги, тем лучше. Во-первых, частые выкладки. Понятно, что мажорные билды у нас идут в худшем случае раз в две недели. Раз в три недели мажорный билд. Это если что-то вообще такое разрушающее. Из разряда мы тут на ходу поломали и построили что-то новое. Раз в две недели, раз в неделю идут мажорные билды, то есть которые содержат в себе разрушающую функциональность. Плюс постоянно идут минорные билды. Это маленькие фичи, то есть, грубо говоря, если в терминах микросервисной архитектуры, сервисы меняются, экземпляр сервиса выкладывается обновленный. Либо идут хатфиксы. То есть я буду рассказывать об автоматизации развертывания, когда все набрал в консоли. Хочу получить экземпляр сервиса из такого-то бранча, такой-то ревизии. Иногда приходится нарушать этот принцип и выкладывать хатфикс, то есть пушить непосредственно код внутрь виртуалки, что есть плохо, безусловно. Но это тоже можно автоматизировать. Есть специальные скрипты развертывания. Грубо говоря, патч попадает каким-то образом на виртуалку, а дальше по скрипту он раскладывается. Вот такие вещи мы делаем каждый день. Хатфиксы, то есть, или быстрые какие-то изменения приходят. Вот нам нужно тут вот так вот там что-то поменять, правило какое-то. Или это багфикс. Ну, про билды я уже говорил. Окружение. Мы работаем во враждебном окружении, потому что мы берем деньги у пользователя, у владельца карты и перекладываем в карман владельца сервиса, например, в другом банке. Банки очень часто это большие, инерционные, бессмысленные, беспощадные структуры. Практика показывает, что, ну, например, банковский протокол, который прошел аудит, массу кругов тестирования, который очень безопасный, но документация по этому протоколу, тестовое подключение по этому протоколу, интеграционное подключение по этому протоколу и боевое подключение по этому протоколу – это четыре разных мира, которые между собой могут не пересекаться. То есть мало того, что ты постоянно как по минному полю, вроде бы ты думаешь, что оно работает, а оно на самом деле не работает. Иногда бывают случаи из разряда «наша железяка» или «наш протокол настолько секретный, что мы документацию вам не дадим». Поэтому ты сидишь и в ad hoc режиме начинаешь тупо дебажить бинарный протокол и пытаться понять, как он работает. И у нас родился даже такой мем – «прошить железку по звуку». То есть была ситуация, когда HSM-железка, hardware security mission, на нее нет никакой документации. Говорят, не-не-не, документация секретная, даже под NDA расстрельной никто вам ее не даст. И ей меняли поведение путем перепрошивки. И просто на форумах нашли, а вот такой звук, когда у нее прошивка успешна, вот такой звук, когда она входит в такой режим, и мы ее прошивали по звуку. Это реальный факт. То есть окружение очень враждебное. Соответственно, возникает проблема объемности сервиса. Все раньше видели эту картинку. Вчера кто видел, кто не видел. То есть большое количество тестов. И у нас постоянно нарушаются планы. У меня вопрос. Какие у вас причины нарушения планов? Вот у вас есть планы там выпустить билд через неделю. По каким причинам чаще всего у вас планы нарушаются? Поменялись? Баги. Постоянное изменение требований. Баги. Интеграция с другими сервисами. Ну иными словами, то, что я здесь и написал. То одно, то другое, то третье. Но самая частая проблема – это человеческий фактор, естественно. Баги, интеграция, требования. Это вот тот самый человеческий фактор. С этим бороться практически нереально. Это можно только принять. И я дальше буду рассказывать о различных практиках, как это принять. Соответственно, возникает вопрос. Как с этим жить? Бледно, да? Но это Декстер Морган. Сезон первый, шестой эпизод, когда он там супружескую пару распиливал. Такая тяжелая жизнь порождает некоторое количество подходов. Подходов инфраструктурных, философских, разработчицких подходов в дипломенте фич. Ну, во-первых, виртуализация. Не буду говорить капитаном очевидность. Сейчас это самый надежный, самый быстрый, самый легкий способ организовать песочницу для вашего кода, чтобы срезать такой огромный риск, как платформа-зависимость. Во-вторых, автоматизация. Причем автоматизация, она должна быть во всем. Развертывание, кодирование, тестирование, мониторинг и так далее, и так далее, и так далее. То есть на уровне системы ценностей, на уровне ДНК должно быть прошито отвращение к ручной работе. Особенно к ручной работе, которую вы делаете постоянно. Забота о качестве, то есть тестирование, это постоянный процесс. Развертывание, частые выкладки, это постоянный процесс. Если вы все время делаете одну и ту же ручную работу, либо с какими-то минимальными изменениями, то значит что-то не так, значит пора бороться с тараканами. Стандартизация. Вот я видел систему развертывания, которая была построена, там могучие-могучие скрипты, и несколько, то есть в принципе однотипные сервера, там application сервера, db сервера, всякие firewall и так далее, и так далее. И у них там было шесть, по-моему, болванок. У них был предустановлен софт, уже в болванку операционной системы, они постоянно на предустановленном софте ловили баги. Одна болванка, вся сеть серверов, все ноды разворачиваются с одной болванки, но для каждого вида application, db и бла-бла-бла серверов у вас есть свои индивидуальные конфигурационные скрипты, которые приводят ему к тому состоянию, которое нужно. И вы процесс приведения болванки виртуальной машины к нужному серверу контролируете. Вы его тестируете юнит-тестами, вы его тестируете вручную, вы можете это, что называется, пошагово отладить, а не так, что берем, помните, да, ценность, не доверяя и думай головой, а не общественное мнение. А, у нас тут все работает, бац, там, переходные процессы в сетевой инфраструктуре, три минуты, три минуты простое, но это же катастрофа может быть. Мульки все, то есть должна быть возможность постоянной смены, то есть у вас не должно быть никогда одного экземпляра. Если у вас дорогая железяка, и вы не можете купить себе вторую железяку, уходите от этой железяки, поставьте простую железяку, а всю эту сложную, вашу маршрутизацию загоните там в облако, в несколько, в горизонтальную ферму, для того, чтобы вы могли быстро переключиться. Потому что если у вас что-то существует в единственном экземпляре, по закону подлости оно единственное замечательное и поломается. И получится ситуация, у нас работает на 99%, вся сеть работает, но вот первый кейс, самый верхний, он не работает. Это форма логина, как вчера говорил Коля. Тестирование. Тестировать надо постоянно. То есть это аксиома. Разработчик, который не тестирует, это враг, садист, мазохист и потенциальный диверсант. То есть если нет четкой экспертизы, что мое готово, это готово не потому, что я считаю это готовым, потому что я взял согласованные, понятные для всей команды критерии, по ним прошелся и по каждому из этих критериев у меня получилась паст. Мониторинг. В идеале тестирование мониторинг – это вещи, которые друг в друга взаимопроникают. Вот я уже пиарил на прошлых экспедейс, как раз Яндекс тогда начинал делать свою систему мониторинга, а у нас она уже работала. У нас тестовый стенд, то есть все тысячи тестов, которые предназначены для тестирования любого из уровней сред, то есть есть профиля тестирования, аналогичные тесты работают на бою. То есть мы теми тестами, которыми мы проверяем нашу функциональность, функциональными автоматизированными тестами, мы проверяем работоспособность, отзывчивость, быстродействие, то есть разбираются шаги по быстродействию. Нашего боевого сервиса. Это работа, которая была сделана один раз, и она, грубо говоря, две работы, две цели достигаются одним усилием. С одной стороны мы повышаем степень покрытия, с другой стороны мы повышаем степень понимания, насколько у нас это все работает. Очень классная штука, рекомендую принять на вооружение. Адаптивность. Я уже говорил, проигрывайте, проигрывайте, если проигрывайте. Не надо цепляться за практики, подходы, код. Вот был вчера великолепный вопрос, что если код считается гадлайк? Не может быть такого. Нет ничего святого в вашем продукте. Любые авторитеты, любые святые, любые статуи должны быть свергнуты с пьедестала. Вы должны быть постоянно недовольны, вы должны постоянно не доверять тому, что вы делаете. Почему? Потому что то, что вы делаете сейчас, вы делаете на основании той информации, которая у вас есть, и того уровня умений, который у вас есть. Завтра ситуация меняется. Если вы не готовы к изменению ситуации, все, ваш мячик укатился в угол палубы, кто помнит. Ваш бизнес ушел в никуда. И я вынес отдельно визуализация. Вот я вчера рассказывал пример, когда у нас тут проблемы со скелетоном, посмотри. Если вы не визуализируете то, с чем вы работаете каждый день, то у вас возникают трудности с собственным пониманием. Вы что-то забываете. У вас возникает проблема с тем, чтобы ввести новичка в курс дела. Вы просто тупо палите огромное количество времени, пытаясь вспомнить, а как же у нас вот эта фигнюшка прилеплена к вот этой печенюшке. Визуализируйте, то ли это потоки данных, извините, я не могу. Ну тут видно, что это запикселизировал, но по-моему слишком запикселизировал. То есть это сеть серверов и потоки данных. Между прочим, я благодарен жестоким стандартам безопасности, потому что при прохождении аудита от тебя просто требуют. Никто не разбирается, как у тебя данные идут. Он не смотрит по коду, он говорит, покажи мне схему потока твоих данных и уже потом схему потоков данных. Это одна из многих сотен схем потоков данных. Потом уже ее сверяют с реальной жизнью. Визуализируйте хотя бы в потоках данных. В идеале вы делаете функциональную схему вашей архитектуры на уровне квадратик, стрелочка, контейнер, поток, опциональная, обязательная связь и так далее и тому подобное. Это все секретно, я даже на всякий случай для ушлых буду вынужден выкинуть этот слайд из презентации при ее публикации. Я лучше выкину, чем здесь заболят глаза. Рисуйте диаграммы взаимодействия, рисуйте каким-то образом, визуализируйте то, как у вас происходит передача управления, какие действия при этом. Не нравится вам рисовать? Пишите. Описывайте сценарий, о котором я вчера говорил. Входные. Какие пять признаков идеального сценария, которым годится для разработчика, для тестировщика. Это некий кусок текста, либо некая схема, либо нечто. Макет на столе, песочный замок, который отвечает на пять базовых вопросов. Кто, когда, что и зачем делает, какой получает результат и самое главное для чего. Иными словами, я сейчас описал структуру как сценария поведения, который можно уже брать в программирование. То есть там есть и роли, там есть и действия, там есть предусловия. Так и сценария тестирования. Вот описываются там входные данные, исходящие данные, действия. Это вики, скрин из вики. То есть каждое вот это действие, это ссылка, которая, соответственно, разворачивается. То есть маленькие атомарные действия, сценарий побит на мелкие шаги. Каждый из шагов, соответственно, имеет такую же структуру. То есть в любом виде, в любом удобном для вас. Можно комбинировать, как угодно. Но если вы не будете это делать, рано или поздно информация начинает теряться. И у вас появляются черные дыры, в которые просто страшно заглядывать. Но мы все прекрасно помним, что зрелая команда, та, которая не страшно с ней работать, которая не боится, во-первых, код обновлять, и во-вторых, не страшно, когда она этот код обновляет. Оверэнжиниринг. Простые решения. Еще год назад мы вот с Андреем Дзинь обсуждали микросервисы. Я просто счастлив, что в этом году это стало красной нитью конференции. То есть мы обсуждали достоинства, недостатки, как это все устроено. Как правило, стараются принять какие-то странные, непонятные решения, которые приводят к тому, что если бы Джордж Карлин был разработчиком софта, то он бы прямо и грубо выразился, что я не хочу иметь никакого отношения ко всем вашим этим сложным решениям. Linux Way – это основа микросервисной архитектуры. Все говорят, что Linux Way – это хорошо, поэтому будьте добры следуя. Кто знает, что такое Linux Way? Это делайте маленькие программы, которые пусть она будет уметь мало, но она будет уметь делать это хорошо. Вспоминаем, да, не будет второго шанса оказать первое впечатление. И делайте программы маленькие, которые друг с другом умеют хорошо работать. Делайте для них простые, изящные, прозрачные, малюсенькие интерфейсы, которые позволят всем этим маленьким программам вместе работать хорошо. Так же хорошо, как они работают по одиночке. Итак, непосредственно к тому, как деплоимся. У нас, естественно, должен быть безостановочный сервис. Как это делается в реальной жизни? Сомневаюсь, что вы увидите что-то новое, но вы можете либо у себя, допустим, отмасштабировать ваши цепочки серверов и сделать какую-то маршрутизацию внутри своей сети. Ну, с точки зрения экономии средств, это самый надежный способ, потому что, например, вот тут в дата-центрах очень часто бывает такая неприятная штука, как кэширование макадресов и прочее, прочее. С этим бороться на несвоем железе становится практически нереально. Либо вы уже делаете мультиплатформенные решения, вот это либо отдельное облако, либо отдельная платформа, либо цепочка платформ с серверами. Естественно, возникает сразу вопрос, где здесь тонкое место. Вот в таких мультиплатформенных решениях сервис, который для внешнего мира должен быть прозрачен. Не важно, сколько экземпляров сервиса, сколько ядер у вас развернуто. Для внешнего мира имеется один интерфейс. Где здесь тонкое место? А? Нет. Это тоже лечится, тоже если брать вот те же самые, если считать, что вот это один макадрес, но это арпы сбрасываются и привет. Тонкое место вот здесь. Данные. Скорость распространения данных. Если у вас есть разрушающая выкладка, то вот эта штука не работает напрямую, у вас возникает промежуточное звено в виде преобразования одних данных в другие. Сталкивались с таким? Сталкивались. Как решали? Конвертирование данных на лету, отложенный ввод в строй. Да? Какой вариант? Отложенный ввод в строй. Хороший метод, надежный, отлично покрывается тестами. Вот у нас была когда-то проблема, что надо конвертировать данные на лету. Сотни гигабайт. Собственно говоря, смысл заключается в том, что безостановочная выкладка – это никогда, никогда не поднятие экземпляра, это никогда не быстрое развертывание, это всегда переключение. Соответственно вопрос, какие есть другие решения? Да какие угодно. Сейчас масса решений, которые позволяют быстро, незаметно для клиента переключить экземпляры сервиса, ввести в строй либо новую модель, либо новую фичу, либо новый интерфейс, либо вообще новый экземпляр сервиса, незаметно прозрачно. И это переключение между экземплярами – это один из самых хороших принципов continuous delivery. То, что вы делаете все прозрачно, с минимальными потерями, незаметно, не лишая пользователя тех фич, которые у него есть. Как такие вещи поддерживать на уровне архитектуры? Эту картинку я видел, я вчера уже постил. Делается это через фичи тоглинг, например, вы просто-напросто, вот у вас есть там поколение 1, и вот есть через шину и так далее. Поколение 1 успешно работает со своими зависимыми модулями, модулями, которые она использует. То есть вы либо на каком-то из слоев архитектуры делаете разветвление и делаете свитчинг, что вот конкретно часть трафика должно уйти через другой микросервис, или там через другой сценарий, через другое правило. Здесь видите рассыпано, грубо говоря, это dotnetчики есть, ничего не напоминает. CQRS, когда вообще права разделены, что либо команда, либо данные. В данном случае команда даже разделена, вынесены отдельно правила, вынесены отдельно агенты. Агенты – это общение с внешним миром. То есть правило – это так называемый слой business rules engine. Кто использует business rules engine? Кто? Супер, замечательно. Скажите, удобно. Во-первых, для себя удобно, что все значимые проверки, от которых может зависеть очень-очень много денег, вынесены, изолированы. Во-вторых, к этому делу можно пришить пользовательский интерфейс и сказать, вот вы там у себя весовые коэффициенты хотите часто менять, вот и меняйте себе удобным безопасным способом, а меня от этого избавьте. Собственно говоря, все рассыпано, и вот получается, что можно вообще отдельный, используя подход маленьких-маленьких сервисов, отдельную вообще у себя сервис внутри. И вот они даже на уровне данных, я здесь нарисовал, опционально даже модели могут быть сведены в одну, а могут и не быть, ничего страшного в этом нет. То есть на уровне платформы, на уровне архитектуры, на самом деле обеспечить continuous delivery достаточно просто. Возникает незаданный вопрос, который я задавал вчера. Где же Legacy? Legacy, безусловно, есть. Он здесь внутри во многих. То есть вот на самом деле где-то сценарий может быть не рассыпан на сценарий, сам сценарий на правила агенты, может быть даже на модель. Он становится где-то здесь. Он есть. Ну отлично, он есть. Значит у вас просто будет вместо там 10 строчек кода, будет 110 строчек кода. У вас будут более сложные тесты. У вас это будет место, которое болит и которое нужно менять. Я готов сделать паузу и ответить, может быть, на какие-то вопросы, которые на текущий момент есть. Нет вопросов. Отлично. Да. Да. Я понял. Вот. Все зависит от условий. Насколько эти поколения разошлись. Я применил термин поколение именно для того, чтобы показать, что это вообще разные поколения. Под поколением, как правило, понимают обратно несовместимые вещи. То есть если они совместимые, то да, просто диспетчеры на каждом слое разруливают. Если они несовместимые, то для обеспечения подхода изолированности у нас у шины появляются поколения. То есть, грубо говоря, ивенты одного поколения разделены физически с ивентами другого поколения. На уровне базы модели разделены. Причем модели, естественно, вот кто читал Эрика Эванса про DDD книжку? У моделей какой основной принцип рефакторинга? Плохо читали. Это поиск концептуальных зависимостей. И если возникают концептуальные зависимости, то у нас появляется для моделей, для разных экземпляров моделей, какой подход, какой применяется подход, какой паттерн. Транзитивная зависимость. То есть, грубо говоря, одна модель отражается в другой. То есть, да, сервисы могут пересекать, физически быть разделены на уровне, вот поколения разделены через шину даже. То есть, у каждой свой отдельный поток ивентов и отдельные слушалки. На уровне модели они могут быть как разделены, либо если это единое информационное пространство, то тогда через транзитивные зависимости моделей они друг с другом общаются. Но это, как правило, только на чтение. Если одному сервису нужно что-то от другого сервиса, то он к нему просто обращается за изменением. То есть, он не меняет данные другого сервиса. Да, диспетчер разруливает через… Он так и называется. Request Dispatcher – это разделение… Те, кто читал книжку Эрика Эванса, какие основные пути рефакторинга архитектуры. Это разделение уровня ответственности и разделение прав. То есть, грубо говоря, диспетчер – это тот, который права разделяет. Кто вообще domain-driven design применяет в практической жизни? Очень зря. Хорошо, какие еще вопросы? Спасибо. Нет вопросов? Поехали дальше. Legacy, понятно, он есть. С ним по-любому приходится работать. И первый принцип – не трогай его. Рефакторинг, когда кто-то берет и врезается в работающий метод, вместо того, чтобы рядом сделать экземпляр этого метода, это прямое нарушение пути Linux. Это прямой путь к большим проблемам. Почему с Legacy проблемы? Потому что Legacy невозможно разделить на юниты и написать к нему юнит-тесты. Если он разделен на юниты, он прекращает быть Legacy. Поэтому максимум, что вы можете с Legacy сделать, это обернуть его кольцом функциональных тестов. Обернули, каждый раз запускаете, убеждайтесь, что он работает, не трогайте его. Когда вы полностью… Вот тот принцип рефакторинга, о котором я говорил, называется ползучая интервенция. У вас постепенно кусочки Legacy выносятся. Здесь вы в Legacy врезаетесь для того, чтобы сделать фичи-свитчинг. Выход на новую фичу и возврат из этой новой фичи в какую-то контрольную точку. Рано или поздно у вас произойдет замещение. И тогда вы можете делать то, что у тех, кто сразу разрабатывает микросервисную архитектуру, есть всегда возможность легко потушить, то есть удалить кусок кода. Он не используется, статистика показывает, что на него никто не ходит. Удалили. Разделение ответственности прав связей. Чем больше, более гранулированное, как по слоям. То есть, как правило, слои, вот я там рисовал архитектуру, в которой значительно более трех слоев, да, или четырех классических. Чем больше слоев, чем больше у вас изоляционных прокладок, тем менее вероятность, что у вас кто-то горячим лобом через масло пролетает на продакшн, пролетает к вашим деньгам, к самому ценному и чувствительному, что у вас есть. Разделение прав. Вот то, что говорили, вплоть до отдельного экземпляра шины, вплоть до отдельного потока ивентов. Аппаратные ресурсы сейчас дешевые. Второй самый главный принцип рефакторинга архитектуры – это унификация интерфейсов. Интерфейсов, причем интерфейсов разного уровня. То ли это API, то ли это GUI, об этом еще говорим. То ли это аппаратный. Это тоже очень важно. У нас есть аппаратные продукты, и там иногда это откровенно заметно, когда целый слой железа от тебя отваливается интересного, потому что у него совершенно другой аппаратный интерфейс, чем принято на этом рынке, например, или в этом сегменте рынка. Концептуальные зависимости, причем концептуальные зависимости всего. Их надо искать и переходить от дублирования этих объектов, групп объектов, интерфейсов, слоев, сервисов к их транзитивности, либо к адаптивности. То есть делайте драйвера. Вот на самом деле, если посмотреть на эту схему, то что такое? Это драйвер протокола. Другой драйвер другого протокола, например, здесь протокол JSON, здесь XML, здесь вообще бинарный, может работать с одним и тем же форматом. Либо наоборот. У нас по одному протоколу могут приходить разные форматы, которые требуются для того или для другого сценария. То есть рассыпайте это все на маленькие драйвера, на независимые вещи, которые умеют только одно, переводить с одного языка на другой. Точно так же и с сервисами. У вас есть сервис. Он как-то не так работает, как вам хотелось бы. Не надо его пилить. Делайте к нему адаптер. Делайте к нему переводчик, который научит его говорить на другом языке. Не надо туда залазить. Он работает. Он покрыт тестами, он замечательный. Пусть у вас поломается переводчик, но зато останутся счастливы те пользователи, которые пользуются нативным сервисом. Автоматизация. Это будет красной нитью проходить. Ручной работы быть не должно. Должно появиться устойчивое отвращение. Люди, которые любят заниматься ручной работой, люди, которые что-то делают в configuration management, в консоли набирают, это враги. Это враги. Почему? Потому что они порождают вот те самые контролирующие вещи. Меня иногда просто разрывает, когда ты сидишь, кто-то в TeamViewer тебе показывает консоль, он постепенно вводит. Ты понимаешь, что на самом деле тупо даже для консоли можно написать какую-то оболочку, которую через API консоли ты текстовый файл скармливаешь, она постепенно в консоль вбивает сама. Ну ладно, уж нету какой-то оболочки. Но даже вот такая вот автоматизация ввода, и то она уже позволяет не сидеть с чек-листом на 45 пунктов и поочередно вычеркивать, правильно ли ты сделал или неправильно, потому что ошибка в наборе команды консольной может стоить больших-больших проблем. Автоматизации подлежит не только дипломент, тестирование, разработка, но и сборка. Вот я вчера говорил о разделении слоев тестирования на деф-среды, тестовые среды, зеркало и бой. Они все собираются из одного и того же экземпляра скриптов. Что такое скрипт? Это программа, которой ты говоришь, хочу собрать вот такого вида среду, хочу собрать такого вида среду. Если появляется ручная работа, когда вот там сделали базовую сборку, появилась сеть, но она не работает, там тикет админом допилите, админы там начинают что-то допиливать, прописывать там IP-конфиги, там еще что-то, виртуальный интерфейс порождать. Это означает, что у вас каждый разработчик работает на своем уникальном инвайрменте, с уникальными багами, с уникальными проблемами и с кумулятивным эффектом головняка. У вас получается головняк не от одного разработчика configuration management скриптов, а от всех разработчиков, которые в данный момент даже о конфигурации не думают, а делают коммерческие фичи. То есть не надо накапливать, сборку не любят автоматизировать. А зачем тут быстренько, админам же быстренько три команды ввести. О, смеются уже, да, знакомая тема. Там нет руками это быстрее, чем скрипт написать. Ага, сейчас. Ну, про тестирование я уже молчу. Жизненный цикл в continuous delivery. Моя любимая картинка, да. Должна быть определена нулевая точка. У каждой команды своя нулевая точка, когда она начинает готовиться к постоянным выкладкам, и своя нулевая точка, когда она начинает готовиться к выкладке конкретного билда. По-хорошему готовиться к выкладке конкретного билда нужно на этапе проектирования решения в рамках этого билда. Ну, у каждого свои подходы. У меня с учетом того, что очень много уже автоматизировано, нулевая точка, это когда вот, не буду открывать другую презентацию, когда уже перешли к разработке, там где уже пошел slicing development. Кто применяет slicing development? Хорошо, в терминах давайте определимся. Слайсинг development – это когда вы каждый день фактически отдаете тестировщику, который сопровождает ваш билд, то, чем ваш билд является на текущий момент, даже если там работает только один кейс. О, уже больше рук. Отлично. Это называется slicing, от слова «порезать на мелкие кусочки». Это, безусловно, дорого, но это очень полезно, потому что порождает культуру моков, и это прямой путь для того, чтобы перейти от легоси действительно к хорошему, правильному коду. Разработчик для того, чтобы тестировщик не получал сплошные фаталы, белые, черные, синие, всякие экраны, он вынужден просто ставить заглушки. Это не работает. То есть идеологически взращивается культура разработки юнитов, которая дальше за собой тянет культуру юнит-тестирования. Поэтому нулевая точка, вы просто договариваетесь в команде, исходя из того, на каком уровне находится ваш автодеплоймент, находятся ваши безостановочные выкладки, находится культура вашего производства. После чего, естественно, начинает готовиться план выкладки, после чего начинает готовиться план отката. Вот тот самый подход, негативное мышление – это очень хорошо. То есть что мы делаем, если что-то пошло не так? И вот в тех схемах безостановочного переключения самые глазастые, наверное, увидели, что стрелочки в две стороны по синхронизации данных. То есть мало того, что вы можете переключиться с одной версии на… с новой версии на старую, вы можете откатиться потом… вернее, со старой версии на новую, вы можете откатиться потом на старую версию. Не всегда это получается, например, данные были испорчены, но это уже решается то, что у вас появляется сеть DB серверов, и вы просто-напросто фризите сервер перед переключением. Когда-то Коля Алименков подробно схему показывал, что у вас получается в каждой вот этой платформе у вас два экземпляра DB серверов, и вы просто один из них тушите, а потом сетевое переключение, если вам нужно откатиться на старую версию, просто вы поднимаетесь с тех данных, которые были у вас, допустим, 15 секунд назад. Если вам это нужно сделать без потери данных, то тогда двухсторонняя на лету репликация. Все та же автоматизация, то есть готовится автоматизация выкладки. Каждая выкладка может быть уникальна. Например, порождается новая платформа, новая сетевая какая-то инфраструктура, новые фичи, новые интерфейсы. Под них это тот случай, когда я говорю, что автоматизацию надо делать с самого начала. Я отношусь к автоматизации опережающей как с точки зрения юнит-тестов, так и с точки зрения функциональных тестов. Спокойно. Это не догма. Можно пусть устаканится у вас бизнес-логика, некоторое время вы поживете на ручных тестах, но потом вы обязательно должны это автоматизировать. Просто для того, чтобы ручную работу уже одинаковую, уже приводящую к прогнозируемому результату срезать. Но если вы не сделали это с самого начала, ну окей, хорошо. Но вот здесь автоматизация нужна опережающая. Почему? Потому что цена ошибки слишком высока. У вас может не работать вся сеть. Репетиция. Если вы там проговорили, прочитали, проанализировали, даже там с перерывом по времени, чтобы с мыслью это переспать, но вы не попробовали в реале, как это происходит, переходные процессы и так далее, с точки зрения теории вероятности, рано или поздно вам что-то прилетит. Именно для этого нужно вот то зеркало, о котором я говорил. Обязательно должен быть лидер. Лидер – спектатор, который смотрит за всеми, кто участвует в процессе выкладки, в случае чего поправит, в случае чего подскажет, в случае чего примет на себя ответственность, например, даже ответственность за обратное переключение. Мы выложились неуспешно. По какой-то причине, непонятно по какой, потом будем разбираться, наши тесты не проходят. Тогда откатываемся. После чего делается переключение. У нас это называется переключением. У кого-то может это называться по-другому. Начинается тестирование и мониторинг, что происходит при этом на бою. То есть при этом мониторинг как той платформы, я называю это платформой, платформы, которая сейчас активная, так и той платформы, которая сейчас неактивная. Как она пережила? Все ли с ней хорошо? Начала ли она получать свежие актуальные данные? Об этом не надо забывать. Я как-то видел continuous deployment, continuous delivery систему, когда переключение между платформами, между облаками, грубо говоря, одна цепочка нот, вторая цепочка нот, переключились, и облако, которое было активным, и которое стало неактивным, оно перестало быть актуальным. Оно не получает данные, у него разрушена сетевая входящая инфраструктура и так далее. То есть, грубо говоря, до переключения у нас было два экземпляра сервиса, которые можно поменять. Мало ли, прилетел голубой метеорит в сервер, или там какие-то blackout какой-то части интернета, у нас сервис работает. А после переключения, после выкладки фичи, у нас один единственный экземпляр сервиса, который для того, чтобы потом развернуть другой экземпляр сервиса, нужно остановить и скопировать его данные, чтобы они были актуальными. Но, ребята, это же не continuous delivery, но уже ни разу. После чего принимается решение о том, годна выкладка или негодна. Имеем ли мы право вот этот вот набор новой функциональности оставить на бою или не имеем. После чего начинается журналирование. Я специально применил этот термин. Это не только логирование внутреннее. То, что application сервера пишут, веб-сервера пишут, snort пишут, мониторинговые другие системы и так далее и тому подобное. Это и персональные записи участников, потому что многие часто что-то пишут. В ходе выкладки что-то идет не так. О, уделить внимание тому-то. О, а у нас тут можно сделать быстрее. То есть рабочие тетради потом публикуются. И смотрите, вот давайте сделаем следующую выкладку лучше. То есть, грубо говоря, описание всего-всего-всего, что сопутствовало этой выкладке. Это важно. Это тот самый опыт, который часто вам стоит денег и который вы не имеете права потерять. В этом отношении мне всегда вспоминается хороший анекдот. Когда, ну не анекдот, а история, когда в одной компании медицинской новый сотрудник неправильно обращался с медицинским оборудованием, запорол его и 250 тысяч долларов стоил ремонт. Он приходит на следующий день такой потушенный, а ему хозяин фирмы начинает нарезать следующие задачи. Он такой, вы меня не уволите? Говорит, слушай, я за урок, который я тебе дал и который ты запомнишь, на всю жизнь заплатил 250 тысяч. Какое я имею право увольнять тебя сейчас? Так и здесь. Вы получили некий бесценный опыт. У вас возникла какая-то идея, как сделать лучше. Если вы просто-напросто в шредер эти рабочие тетради засунете, вы сделали преступление против своего продукта. После чего начинается работа над ошибками. Весь вот этот объем заметок сводится, и мы начинаем думать, как это все сделать лучше. Оп. Не на ту кнопку. После чего поиск неоптимальностей, постановка задач на развитие, расстановка приоритетов этих задач, и запуск этих задач в работу. Для того, чтобы в следующем билде, в следующей итерации, в следующей версии продукта у вас выкладка прошла более гладко, более автоматизированно, с меньшими простоями, с меньшими потерями, и так далее, и так далее, и так далее. После этого, естественно, надо хорошенько напиться, потому что выкладка мажорного билда – это, как правило, много-много нервов, особенно если команда прекрасно понимает цену своей ошибки, то все очень сильно нервничают, все очень сильно переживают, тратят нервные клетки. У кого-то, у менеджеров, нервные клетки имеют свойство не просто восстанавливаться, но и потом пытаться найти способ потомстить тех, кто убил их предшественников. Поэтому стресс надо снимать. Каким образом? Можете напиваться, можете в боулинг поиграть, как угодно, но каждую выкладку – это маленькое событие, маленький праздник в жизни команды, ее по-хорошему надо отметить. Что дальше? Вот у вас есть continuous deployment, вот у вас есть уже некий набор артефактов, который позволяет вам выкладываться быстро, легко. Паттерны. Вы коллекционируете и развиваете паттерны, что, например, один из паттернов, который я вынес за свою долгую разработческую жизнь, админов нельзя пускать к configuration management. Админы не программисты. Для них понимание исключительной ситуации, кода ошибки – это вообще чуждое понятие. Не в обиду, это не их работа просто, не их работа, не тот склад ума. Пусть разработчики делают вам configuration management, и тогда у вас будет не куча вермишелей на баше, а что-то более интересное через API и так далее, более управляемое, более развиваемое. Бюрократия, логов мало не бывает. Это не бюрократия. Кто-то жалуется, что у вас много логов, ну извините, пожалуйста, увеличите размер виртуального диска с логами. Не хватает места на лог-сервере, делайте цепочку лог-серверов, да. А на какой период? Ну, на боевом сервисе у нас логи хранятся за месяц, потому что тупо место, там дневные логи, упакованные со страшной силы, занимают гигабайты, потому что там логи всего. А вообще на сторидже внутреннем у нас лежат логи, начиная с дня рождения проекта. Вот. По логам, кстати, легко отслеживать, когда, где, какая фича поломалась. Но это требует серьезного анализатора. Есть специальные скрипты, программы, которые по тегам ищут тегирование. В data storage пока не перенесли, в big data еще не сделали. Извините, пожалуйста, давайте все вопросы вы зададите потом, вы себе отметьте, и тогда задайте вопрос. Зона постоянного дискомфорта. У вас должно быть постоянное повышение планки. Если вы достигли чего-то, гарантия, что завтра при масштабировании вашего продукта, либо при выходе нового конкурента, вам придется все то, чего вы достигли, чем вы гордитесь, поломать и строить что-то новое. Что-то новое строить всегда в условиях давления, сроков и так далее. Трудно и плохо. Не надо этого делать. Лучше это новое строить маленькими кусочками постоянно. Гигиена. Такие вещи должны делать. Вы установили для себя жизненный цикл, вы ему следуете. Вы установили у себя какие-то принципы архитектурирования и принципы дипломента, вы им следуете. Как чистить зубы. Вместе, а не вместо. Тот самый принцип фичи-тоглинга, отдельных экземпляров, разделения прав через шину и так далее, рефакторинга через переключение, не трогая легоси. Он работает и для сетевой инфраструктуры тоже. Но смысл вам перенастраивать, какой-то маршрутизатор, если вы с помощью виртуализации поднимаете рядом такой же, просто на него переключайтесь и проверяйте. Он работает так, как нужно. Если не так, как нужно, зачем обновлять код того, чего работает? Стройте рядом другую цепочку, другой поток данных. Целесообразность и двухшаговость. Все должно быть подвержено какой-то цели. Мы используем циску не потому, что вау, это циска, а потому, что она действительно умеет что-то делать. Если она не умеет это делать, то мы ее не используем, какой бы маркетинг у нее не был дорогой. Двухшаговость – это то самое двухшаговое мышление, о котором я говорил. Возникла проблема. Исправили вы эту проблему? Молодцы! Потратьте время и усилия для того, чтобы эта проблема никогда не стрельнула в будущем. Итеративная инкрементальность. И здесь отдельный слайд. И враг вашей архитектуры, враг вашей архитектуры и дизайна – это тот самый итеративный процесс, который вы построили. Тот самый agile, который вы построили. Эрозия архитектуры во время принятия таких вот решений, хоть бы мелкими шажками, это натуральный, естественный, необратимый и неотменимый процесс. Смиритесь с этим. Для того, чтобы ваша архитектура не была подвержена эрозии, вам не надо отменять итеративную разработку. Вам надо применять практики, которые позволят вашей эродировавшей архитектуре восстановить. То есть отрезать кусок кода, кусок сервисов, которые подвержены коррозии и эрозии, и построить что-то новое. Спасибо за картинку Smashing Magazine. Сюда же в эту же идеологию вписывается принцип minimal valuable product. Есть еще другая картинка от самоката к автомобилю. Возникает проблема поддержки. И с этой проблемой сталкиваются все продуктовые команды. Вот просто все. Разделяйте уровни поддержки. С клиентами у вас должны общаться не разработчики, а вообще отдельные люди, которые даже если граната взорвется под стулом, они бровью не поведут. Естественно, полной изоляции вы не сможете добиться, и вам придется общаться. Выстраивание такого интерфейса, общения, вам, я даже не могу дать конкретного рецепта, кроме пробуйте, пытайтесь людей между собой как-то подружить, чтобы вот первая и вторая линия поддержки, как я их называю, между собой дружили. То есть те люди, которые отвечают за ваш продукт перед лицом конечных клиентов, и разработчики, которые говорят, а, не воспроизводится, они все-таки как-то дружили. Без этого никак. Изоляции полной не получится. Вот тот самый ядерный взрыв на первой линии поддержки, на энд-юзерах, рано или поздно сметет вас. Грязь против боли. Я уже говорил, что зло неизбежно. Смиритесь с ним, но убивайте его детей. Работайте на опережение, потому что паровозы надо давить, когда они ищут чайники. Если у вас проблема возникла, вы ее решили, думайте о том, чтобы эта проблема не выросла во что-то глобальное. Естественно, это потребует серьезной работы над собой. Не бывает неизменно. Я уже говорил об этом. Если у вас что-то есть, если на вопрос, а что это у нас за ерунда, кто-то вам говорит, а так сложилось, это признак эрозии команды. Это признак того, что ваши практики и процессы подвержены очень серьезным рискам. Чудес не бывает, не бывает постоянного. Что-то постоянно, что-то сложилось, меняй его. Не получается менять, меняйся сам. Меняй тех, кто рядом с тобой. Тараканов долой. Итого, я хочу вам пожелать, чтобы вы нашли свой путь построения вашей системы Continuous Delivery и сформировали ваши принципы и имели возможность и гордость поделиться ими, поделиться принципами, практиками, идеологией на следующем экспедейс. Спасибо за внимание. А теперь у нас есть 9 минут 45 секунд на то, чтобы ответить на вопросы. Вот, я прошу прощения, там вопрос был еще, я был вынужден модерировать. Влоги, анализ логов, у вас какие-то сторонние инструменты черпать или… Нет, у нас очень мало сторонних инструментов, потому что они подвержены аудиту, опять же, таким безопасности, а логи – это штука, в которых иногда бывают очень чувствительные вещи записаны. Поэтому хранилище логов, анализ логов – это собственная разработка. Это просто текстовый формат, который преобразуется в различные удобные, грубо говоря, по тегам коллекционируются данные, загоняются в базу, если надо, если производительности грепа, например, не хватает. И уже там… Ну, как правило, грепа хватает, это все делается на выделенных виртуалках, которые предназначены только для хранения логов и для поиска по логам. Да. Я прошу прощения, вот был раньше. У вас есть база с определенным объемом данных в определенном формате. В следующей версии у вас не применяется формат данных. Вот как обрабатывается… Промежуточный… Я вопрос повторю, кто не слышал. Есть две модели. Модель… Я переведу на свой язык. Вот. Модель версии 1, модель версии 2. При переходе к версии 2 у нас серьезно меняется модель 2. Как переключаться на лету с учетом того, что данные будут преобразованы с определенной задержкой? Правильно? Отвечаю. Вот та стрелочка, которая показывала, что это слабое место, там появляется промежуточное звено. Например, очередь команд. Вы одному Data Access Layer в одной версии говорите Data Access Layer в другой версии. Дружище, у меня вот такое изменение данных. Сделай с ним что-то по своему разумению. И он по своему разумению, грубо говоря, обрабатывает очередь изменений на версии 1. И только тогда, когда он обработал в 0, то есть очередь сошлась в 0, он говорит, я готов переключаться. Пым, переключились. Если надо обеспечить абсолютную работоспособность, то у вас возникает адаптер в другую сторону. С языка версии 2 на язык версии 1. Геморройно? Да. У нас одна мажорная версия полгода была в тестировании, потому что там фактически мониторился поток всех команд Data Access Layer и сравнивались данные, вот одни и те же, грубо говоря, вызовы процедур с одними и теми же данными из одной модели и из другой модели. И пулилось это все в лог. Находились различия? Все. Это ошибка. Пока все различия не были устранены, переключения не было. Геморройно? Да. Но зато беспростойно и зато у вас появляется целый фреймверк и целый спектр практик, как данные любого вида гонять туда-сюда во все стороны. Это очень мощный челлендж для команды и раскачивает скиллы команды по управлению данными, культуре работы с данными, и с моделями данных на очень высокую, на очень большую высоту. Я ответил на вопрос. Спасибо. Прошу. В смысле продаем? У нас без простойность это залог успешности нашего бизнеса. Без этого наш продукт не имеет никакого права на существование. или я не понял, кому мы продаем? Конкуренты могут не делать, допустим, тестирование и шаг для вас? Нет. Но рано или поздно, если конкуренты не делают тестирование, как раз наоборот. Иногда кажется, что конкуренты делают тестирование в разы больше, чем ты. Если кто-то на рынке манипуляции денег не делает тестирование и не следит за тем, что денежки правильно перетекают, то рано или поздно он прекращает шевелить пальцами в чужих карманах. Ему никто этого не даст сделать. А внутри команды, как это продается, это наш продукт. Мы не продаем нашим клиентам наши практики. Мы продаем возможность пользоваться нашим продуктом. И вот возможность выглажить мажорную версию, то есть там делается какая-то глубокая кастомизация какого-то сложного бизнес-сценария из реальной жизни. Если при этом ничего не останавливается, наши клиенты счастливы. Вот это мы им продаем. Прошу прощения, там был раньше вопрос. Чем меньше цикл пищи не улучшается, а если в каких-то сценариях подхода, то цикл пищи уже меняется. Еще раз. Чем меньше цикл пищи уменьшается, чем меньше превращается кастомизация? Но таких сценариях не такие, мы еще раз с удалом, оно будет менять. А, я понял. Я перефразирую вопрос. Quick wing vs long way. Если вот то, что я рассказываю, очень сильно напоминает long way, то есть правильный путь с предварительным проектированием, с подготовками, с репетициями, он противоречит принципу короткого жизненного цикла. Правильно я понимаю? О! А вот здесь закопана огромная мина, которая подстерегает любую команду. Скажите, пожалуйста, если вы, если вам быстренько сделают за неделю ремонт, а потом вы полгода будете его переделывать, и в эту топку будет улетать стройматериалы, время, нервы на общение с ровшанами и джамшутами, умение говорить на языке насяльника и так далее, какой будет жизненный цикл? Неделя или неделя или 6 месяцев плюс 1 неделя? 6 месяцев плюс 1 неделя. То есть жизненный цикл считается по тому, когда фича может начинать приносить деньги. Они, ну мы тут как-то выложили и вон оно как-то работает, но реально ты сюда не ходи, ты туда ходи, пока тут снег башка попадает. Нет, получается перераспределение усилий, потому что кто знает о графике зависимости недооценки, усилий от недооценки и переоценки фичи? Стив МакКоннелл в книжке «Сколько стоят программные продукты» в свое время этот график рисовал. То есть когда вот вы быстренько сделали фичу, ух ты, уже потолок, да? Когда вы быстренько сделали фичу, то есть полминуты, то если вы ее начинаете потом переделать, вы ее начинаете переделать под давлением обратной связи пользователей, начинаете переделать в совершенно дискомфортном режиме. То есть это вот тот самый, если вы недооценили фичу, то объем усилий растет экспоненциально до бесконечности. Кто был активным разработчиком на поддержке, тот, наверное, такой сценарий знает, да? Приходит менеджер. У тебя в бактрекере 37 тасков, быстро мне по каждому таску дай приоритеты и скажи, за сколько ты их исправишь. Лично у меня в силу моей экспрессии часто приличными словами были только предлоги междометия. Кто-то увольнялся, кто-то воду плескал в лицо. Чудес не бывает. Ты не можешь в экстремальном режиме нормально делать что-то. Мало того, что ты делаешь в хок-режиме, у тебя жизненный цикл еще больше удлинится, потому что в ходе вот этой вот отладки на бою ты примешь, ты будешь мыслить по тому самому паттерну, который всегда вреден. На любую сложную задачу есть простое, очевидное, неправильное решение. Ты применишь огромное количество неправильных решений, наставишь кучу костылей подпорок. В результате у тебя жизненный цикл удлинится еще больше, потому что тебе придется эту фичу рано или поздно переделать. Будет идти речь не о развитии фичи, а полной ее переделки, потому что она вообще не удовлетворяет условиям бизнеса. Я ответил на вопрос? Я прошу прощения, мне показывают, что у нас времени вообще нет. И у кого есть еще какие-то вопросы идеологические, технологические, вот мои контакты, задавайте, пожалуйста, я отвечу. Большое спасибо всем за внимание. Спасибо.